Время новостей. В студии Светлана Леонтьева. Доброй ночи. Пожизненное заключение. Суд Сапорожской области заочно приговорил участника незаконных вооруженных формирований по делу об обстреле автобуса под Волновахой в январе 2015. Следствие установило, что подозреваемый руководил обстрелом из ракетных систем залпового огня по блокпосту, когда там были гражданские лица. Тогда от полученных ранений погибли 12 человек, еще 19 ранены. Суд не сообщает полного имени подозреваемого, называет его гражданин Ша. Скорее всего, речь о Юрии Шпакове, имя которого среди подозреваемых официально называли в службе безопасности Украины. Дело о сбитом пассажирском самолете международных авиалиний Украины в небе над Тегераном. Гражданскую ответственность за катастрофу взял на себя Иран и заявил о готовности выплатить по 150 тысяч долларов всем семьям погибших. В украинском МИДе отвергли предложение Ирана о компенсации. Считают, что о сумме и механизме выплат можно будет говорить только после того, как будут наказаны все виновные катастрофы. Отмечу, что Организация гражданской авиации Ирана в итоговом отчете причиной крушения самолета указала ошибку оператора системы противовоздушной обороны. В Украине этот отчет считают сборником манипуляций. Конечной целью усилий Украины и других пострадавших государств должно стать обеспечение справедливости относительно жертв трагедии украинского самолета-рейса PS-752 и их родственников и неповторения подобного преступления в будущем. Безусловно, вопрос выплаты компенсаций – важный элемент этого процесса. В то же время ему должны предшествовать установление всех обстоятельств сбивания Ираном самолета и привлечения виновных к ответственности. Только после этого можно говорить о размере денежных выплат. Эх, с чиновников времен Януковича выселяют с государственных дач в Конче-Заспе и Пущеводице борьба с терроризмом и ворами в законе. На сегодняшнем заседании Совета национальной безопасности и обороны больше внимания уделили не новым задачам, а результатам работы, рассказывают наши журналисты. Усилить меры безопасности на админгранице с Крымом и укрепить общенациональную систему борьбы с терроризмом – такие решения приняли во время очередного заседания Совета нацбезопасности и обороны. Кроме того, в стране будет продолжаться цифровая трансформация в сфере безопасности. Именно то, что касается Кабинета министров, то, что касается областных государственных администраций – расширения тех центров, которые сегодня есть в секторе безопасности и обороны. К ним присоединяются сегодня ситуационные центры, которые будут в сети Кабинета министров. И это будет единая система по управлению национальной безопасностью по всей территории Украины. Много внимания сегодня уделили результатам принятых ранее решений Совета нацбезопасности. 20 человек уже выселяют с госдач в Конче-Заспе и Пущеводице. Во время аудита государственного имущества, инициированного президентом, выявили многочисленные нарушения и несоответствия. Получилось так, что арендуя объекты у государственного предприятия на сегодняшний день, госпредприятие еще осталось должное тем людям, которые арендуют эти дачи. Например, у одной дамы остаток средств, которое ей задолжало предприятие, составляет 11 миллионов 841 тысячу 2 гривны 40 копеек. Об успехах борьбы с криминальными авторитетами отчитался министр внутренних дел Арсен Аваков. А президент заявил, больше воров в законе в стране не осталось. За три недели шести ворам в законе объявлено подозрение. 12 выдворены за пределы Украины. Другие находятся под стражей и изолированы от внешнего мира. Кроме этого, после санкций СНБО прекратили свое преступное влияние 111 этнических криминальных авторитетов. Треть выдворены из Украины. Другие ожидают завершения процедуры выдворения или находятся под следствием. Одна из дискуссионных тем заседания передана в Верховную Раду из офиса президента законопроекта об олигархах. Документ обсудили с народными депутатами из профильных комитетов, представителями Национального антикоррупционного бюро, Госбюро расследований и Антимонопольного комитета. Президент попросил как можно быстрее принять этот законопроект за основу. Проанонсировали и другие документы, направленные на борьбу с олигархами. Чтобы мы начали процесс, должен быть принят соответствующий закон. После этого будет принято 11 нормативно-правовых актов, в том числе законов, чтобы все это сдвинулось с места. Президент дал поручение. Две недели соответствующим органам. Через две недели вы увидите следующие законопроекты именно в этой сфере. На ближайших заседаниях Совет нацбезопасности хочет заслушать отчеты об использовании украинских недр и борьбе с контрабандой. Юлия Крючкова, Юлия Грановская. Новости Украины. Петра Порошенко допросили в службе безопасности Украины. Он проходит как свидетель по делу подозреваемых в госизмене Виктора Медведчука и Тараса Козака. Два предыдущих допроса Порошенко проигнорировал. Первый раз 27 мая тогда его адвокат заявил, Порошенко не явился, так как ему не вручили повестку лично. В итоге допрос перенесли на 31 мая, но он снова не пришел. Допросить Порошенко сотрудники СБУ смогли лишь сегодня. Народный депутат Петр Порошенко явился на допрос в СБУ. Его вызвали в качестве свидетеля в уголовном производстве по подозрению нардепов Виктора Медведчука и Тараса Козака в совершении ряда уголовных преступлений. Подчеркиваем, что вызов состоялся исключительно с целью всестороннего, полного и беспристрастного изучения обстоятельств указанного уголовного производства. Судебные приставы разыскивают имущество оппозиционного политика Алексея Навального, чтобы взыскать с него 29 миллионов рублей, которые он должен выплатить по решению суда. Как заявил глава Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов, пока у Навального не удалось найти ничего, кроме одного жилого помещения, которое нельзя взыскать согласно Гражданскому процессуальному кодексу. Сам Навальный никак не прокомментировал это, но сделал пост ко дню своего рождения. Сегодня Алексею исполнилось 45. Очень много странных событий произошло со мной за год. Отравление и смерть самолёте – странная бонусная жизнь. Я учился ходить и говорить заново. Раскрытие покушения и телефоны разговоры с теми, кто хотел меня убить. Возвращение домой, арест на границе, дикие, абсурдные суды, Кремлёвский централ и колония. Похоже на карикатурный концлагерь Большого брата. Болезнь, отказ медицинской помощи и голодовка. И вот всё это происходило, а я внимательно следил за собой. Я очень не хотел озвереть. Режим Лукашенко в действии. Оппозиционного журналиста Романа Протасевича принудили рассказать о том, как сильно уважает Лукашенко и одновременно сожалеет, что организовал массовые беспорядки и назвать фамилии соратников. Международное сообщество, адвокаты, эксперты, психологи и правозащитники все в один голос говорят, до записи интервью на белорусском государственном канале Романа запугали. Даже отец предзаключённого не верит в то, что говорит его сын. Его убеждения, я уверен, они в корне отличаются от тех, что он озвучил. Поэтому нет ничего удивительного, что его заставляют говорить то, что нужно. И я ни слова не верю в то, что говорит мы сын. Эта практика, она очень активно сейчас используется белорусскими силовиками. После задержания общественных активистов разного уровня, и на районах, и малозначительных, и в Минске, избитых их, запуганных, заставляют давать какие-то показания, признаваться в том, чем они не делали. В этом году выпускники с временно оккупированных территорий смогут подать до пяти заявок на разные специальности в один образовательный центр Донбасс-Украина или Крым-Украина. В этом году они будут работать с понедельника, 7 июня до 24 сентября. Необходимо подать заявки с украинским документом об образовании или сертификатом внешнего независимого оценивания. В рабочие дни с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00 в пятницу, с 9.00 до 17.00 работает горячая линия для поступающих с временно оккупированных территорий. От основания Запорожской сечи до обороны Донецкого аэропорта. Сегодня выпускники со всей нашей страны сдали тест внешнего независимого оценивания по истории Украины. В Луганской области проверить свои знания по этому предмету приехали почти 3 тысячи школьников. Две сотни из них – те, кто проживает на неподконтрольных Киеву территориях. Больше подробностей в материале моих коллег. С утра возле школ и университетов толпы школьников. В Луганской области на ВНО по истории Украины зарегистрировалось почти 5 тысяч человек. На самом деле, немного переживаю. Не перед одним еще не переживал сильно. Более-менее уверен в своих силах. Готовился, читал, учил историю. Допуск в аудитории только после измерения температуры. Кирилл приехал в Северодонецк из Новоайдара. И уже пятый раз перемеряет температуру. Немного выше нормы – 37,3. К экзамену его не допускают. 36,9 обычно, не знаю. Отлично. 37,3. Сейчас, естественно, обратиться к семейному терапевту, педиатру его, контроль температуры и регистрироваться заново, чтобы сдать саново. Предмет «История Украины» – один из самых популярных среди учеников. Именно его требуют при поступлении на большинство специальностей. На выполнение 60 заданий дают 150 минут. Максимально можно набрать 94 балла. В Киеве буду поступать, право. Обязательно предмет. Мы вообще не готовились. Мы вообще не готовились. Нет, правда. Правда. Так напишем, так напишем. Для проведения тестирования по истории Украины в Уганской области открыли 23 пункта. В городе Северодонецке образовано три пункта на базе школ. В этом пункте, где мы находимся, это школа номер 4, зарегистрировано 285 человек. Не пришли 71 ученик по разным причинам. Это 25% отсутствующих. Один человек не был допущен в связи с термометрией повышенной. Тетради с заданиями в специальных контейнерах с печатями под охраной полиции развезли с утра. Контейнеры привезли сегодня. Причем один был контейнер. Привезли его в 7 часов. Мы его поместили, опломбировали. Вот опломбирована дверь опечатанная. Точно так же опломбирован контейнер. В итоге в Уганской области в ИНО по истории Украины сдали более 3000 учеников. Среди них около двух сотен детей, проживающих на временно неподконтрольных Украине территориях. Тетради с ответами в одном контейнер и отсюда отправят для проверки в Ивано-Франковскую область. Анастасия Волкова, Андрей Магомедов. Новости Украины. «Сладкая жизнь», «8,5», «Амаркорт». Хотя бы один из этих фильмов видел, наверное, каждый. Работы велико-витальянского режиссера Федерико Феллини изучают в киношколах по всему миру. В этом году отмечается «Столетие мастера». В его честь в Киеве открылась выставка, где представлены не только оригинальные афиши, костюмы из кинолент, но и рисунки самого Феллини. Выставку уже видела Инна Насоненко. Его называют властителем снов и самым неклассическим классиком мирового кинематографа. А вы хотели оставить за собой целый фильм, как хромой, оставлять за собой уродливый след. Какая чудовищная самонадеянность. Федерико Феллини оставил после себя не только фильм, а целую эпоху. Феллинизм так принято называть все причудливое в кидоискусстве. Режиссер никогда не скрывал, что его картины – это спешно записанная на бумагу явь. Феллини часто рисовал, говорит искусствовед Марина Скирда. Сегодня в столичном Довженко-центре открылась выставка, посвященная столетию режиссера. И рисунки далеко не единственные экспонаты, но к ним особое внимание. На выставке показали кадры и фрагменты кинофильмов. Киноафиши, письма. Современные фото с актрисой и супругой Феллини Джулиетой Мазиной. Актером и другом режиссера Альберто Сорди. Фото со съемочных площадок, оригинальные кинокостюмы и графику, нарисованную самим режиссером. Выставка проходит при поддержке Итальянского института культуры в сотрудничестве с кинофестивалем «Молодость». Эта выставка была большим вызовом для нас. Работа над ней считалась еще два года назад. Мы собирали все экспонаты по крупицам, от частных архивов до музеев. И ее предназначение – это всемирное турне. Выставку посетила племянница режиссера Франческо Фабри Феллини. Помимо своих детских воспоминаний о своем дяде, она привезла фильм о режиссере «Кико». Так называла она его в детстве. Этот фильм – это подарок всем, кто любит творчество Феллини. Речь о сказке без слов. И начинается все с рисунка, который когда-то нарисовал мне мой дядя Кико. Мы тогда были на пляже в Римине. Это было в 71-м году. 50 лет тому назад. Только сколько сейчас молодости. Мне показалось, что это очень символично. С рисунка начинается вся история. Мой рассказ, мой фильм. Не слова, а эмоции. Феллини любил повторять. Кино – не проза, а поэзия. Со своим ритмом и размером. Но главная для Феллини была муза. Для него это была его жена Джульетта Мазина. Получая свой последний Оскар, он сказал. Дорогая Джульетта, ты только не плачь. Инна Насоненко, Руслан Белозеров. Новости Украины. С пожеланием любить жизнь, как в фильмах Феллини, я прощаюсь с вами на неделю. Завтра в этой студии встречайте Анну Ниченко. И смотрите наши новости в соцсетях. Доброй ночи и удачи!